В спортивных семьях здоровый дух. Сестроличане доказывают своим примером. В аквакомплексе пансионата «Балтиец» поселка Репина состоялись соревнования по плаванию в рамках спартакиады курортного района среди семейных команд. Мероприятие организует Центр физической культуры, спорта и здоровья нашего района. Своим участием в спортивных событиях поддержали 14 местных семей. Преодолевать вплавь на скорость, дистанцию в 25 метров, большие и малые семейные команды могли и любым стилем. Соревнование проводилось в форме эстафеты. Категория команды определялась ее составом, а также возрастом ребенка, которому по условиям спартакиады должно быть от 10 до 14 лет. Первым проплывал младший спортсмен. После него плыла мама, а она по прохождении дистанции передавала эстафету папе. Семью могли представлять как оба родителя, так и один из них. Ильичевы сильнейшие! Мы ждали этой зарубы, и она случилась. Меня просто не берут. А то бы дедушка показал. Вы с кем принимаете участие? С дочерью. А я сегодня не участвовала, я болела за свою семью. У нас очень была большая команда, и мы решали, кто с кем поплывет. Мы решили, что поплывет мой брат с мамой. Можно сказать, что хочешь. Спасибо большое, что устраиваете такие соревнования. Я хотела спасибо сказать нашему курортному району. Плавание – это замечательный вид спорта. Занятия тонизируют все группы мышц, способствуют формированию правильной осанки, развивают гибкость, регулируют дыхание и снимают эмоциональное напряжение. А тренировка в бассейне, в самой доброй, семейной компании, приятна и полезна вдвойне. У нас старшая наша девочка – Василиса. Вот она. Привет. Младшая наша девочка – Даричка. И младший наш мальчик, он тоже плавает, но такой возрастной категории еще нет. А еще можно пожелания сказать? Очень хочется в нашем районе, чтобы был построен бассейн, потому что детям с родителями тренироваться негде. Единственное, это вот Балтиец, где мы можем приехать, поплавать, но в то же время здесь все время отдыхающие, и вот так, чтобы с тренером позаниматься, нет. Сегодня папа и ребенок, младший родов, за второе место угрожающие семья из Таветки. За первое место семья Давыдов. В каждой из категорий команд по результатам эстафеты были определены победители. Проведя отличный спортивный вечер, заслужив грамоты, медали и кубки, дети вместе с родителями получили право представлять наш курортный район на городском туре соревнований, где как во всех дисциплинах, так и в плавании по традиции принимали участие сильнейшие семьи из всех 18 районов Петербурга. Давай, давай, шагай. Поздравляю. Прекрасная инициатива, замечательная. Побольше было таких соревнований. Вот такая семья, как Паша, она не сходить в зарядке? Нет. Почему? Да. С холодного душа, с зарядки. У нас каток у Семы уже 6,50. Наша команда всегда участвует и всегда побеждает. Это коротко. А если вообще, то мы всегда поддерживаем эти соревнования и с удовольствием в них участвуем. Спасибо организаторам. Соревнования проводятся в течение года. Начинаем мы с лыжных дисциплин, лыжные гонки, веселые старты, ГТО, ориентирование, волейбол, городочный спорт, плавание, как сегодня. И заканчиваем мероприятиями, все эти мероприятия мы дартсом. Я считаю, что глава семьи обязательно должен лично примером детям показывать, что в дождь, в снег или в бассейн принять с ними участие на соревнованиях и поддержать как своего ребенка и самому показать пример. Продолжение следует...